играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит у нас очередной обзор танков наши любимые игры world of tanks у нас на обзоре гордый британец четвертого уровня средний танк матильда lvt вот премчик премчик 4 уровня средний так вот давайте у нас полноценный гайд обзор по этой машине и начнем мы конечно же с бронирования погнали и так вот наш матильда lvt смотрим тут очень много групп брони всякие углы и прочее но это этому танку я думаю не мам не поможет центральная часть корпуса между нлд влд 81 и это неплохо для среднего танка 79 нлд тоже хорошо влд вообще замечательный 47 приведенки 112 очень крепкая часть корпуса пробить будет тяжело есть вот такие щеки щеки вот вперед они выпирают они под углом расположены и поэтому здесь тоже все хорошо дальше есть вот такая вот ниша корпуса да и здесь у нас уже получается всего лишь ну 90 81 что в принципе как для четвертого левела тоже неплохо вот рядом с катками часть корпуса это конечно беда в 55 они будут пробиваться центральная часть подбашены рубка 75 70 70 тут уже 101 гусеничные полки 123 и это хорошо поэтому вот эта часть она конечно же более ослаблена есть еще у нас такая замечательные пластины здесь на корпусе они расположены много под углом да ну и тут 78 здесь а здесь есть места по 34 и пробивается на вылет ну и конечно сам интересная башня здесь огромная маска орудия но увы ближе к стволу 40 вокруг ствола до 50 их краям до 80 расходится здесь к углам до 118 то есть все что рядом с орудием пробивается на вылет щеки 74 и это достаточно тоже слабо боковое бронирование 53 танкова танковать конечно с такой бронёй может и очень очень хорошо то есть танкованием здесь проблем нету но через каток танчик бьется вот такая вот одновременно есть броня ну и одновременно ее нету да и что касаемо здесь странная броня очень странная броня назовем ее так странно и давайте смотреть пушку чё у нас пушкой тут нам чё подарили у нас 110 альфа и это приятно это норм для четвертого 91 пробития на основном что в принципе тоже неплохо а вот на голде 144 заряжается пушка 5 секунд на стойке до 043 разброс более-менее сведение тоже более-менее комфортное 2 секунды дпм конечно не самый лучший тоже заряжается на все-таки 5 секунд а не менее вот по оборудованию единственное возможное что суда правильно ставить это улучшенная закалка это просветленная оптика и турбина турбина нам нужно чтобы побыстрее ездить а танк очень медленный с турбиной 28 период без турбин 24 и 11 назад без турбина с турбиной 13 всего менее 9 лошадей на тон и это опять же с турбины он очень медленно есть это первое просветленка а почему спросите на этот танк все таки но и все равно средний танк но учитывая что он конечно медленный может она ему не нужна но что давайте смотри что можно поставить а сведение у нас хорошая сведение у нас свой сведений до сведения у нас 18 секунды с экипажем учитывая до комфортно нахер нужны усиленные приводной лодки остается ставить лучшую закалку турбину но это ему точно не нажим не нужно не нужно остается поставить ток просветленную оптику как-то так по оборудованию все просто по снарядам у нас основной снаряд это ббх летит 619 это очень медленно не комфортно по скорость полета снаряда голда у нас подкол и тоже летит такие себе 774 метра в секунду то есть даже голдовый снаряд за 2 800 достаточно медленно летит и стрелять по высокоподвижным целям будет даже что тяжело на основном саре так и на голде фигня полная вот по снаряжению стандартный комплект ставим до ремка аптечка огнетушитель лучше конечно автоматически я там барон богатый себе позволил поставить доп поем вот экипаж маленький три члены экипажа первым поскольку танк медленный все такое первым перкам у нас лампа командиру всем остальным ремонт вторым перкам всем боевое братство третьим перка мы дали качать как показано в таблице кстати по пушке я кратко вот уже показывал тут минус действие то есть у военно вертикальную танку пушка нормальные по хп 540 ну бывает и больше но это все-таки средний танк мобильный смотрели по незаметности незаметно здесь статьи неплохая 3272 так а у меня только выкачивает сперк незаметности и уже при этом перке у нас вот такие вот показатели в движении 2529 неподвижный 3272 танк на самом деле приземистый то есть он невысокий но и все равно не такой уж и маленький по обзору у нас 383 метра ну показатель не самый лучший на самом деле вот даже для четвертого уровня дайте по плюсам минусам танк танк безумный медленный играть на нем крайне некомфортно а броня и плюс и минус она вроде бы есть от борта точно есть пробивается от борта через каток и в щеку под башенной рубки вот в эту да но в принципе танкует все равно неплохо до центр корпуса очень крепкий ближе к каткам у нас дырки вот здесь дырки планки вообще там по 37 броня вот башня пробивается в маску вокруг орудия щеки тоже слабый то есть броня такая вот по незаметности однозначно плюс по обзору однозначный можно сказать минус вот по пушке по пушке пушка в принципе неплохая хорошая альфа но убивает возможности по сведению по точности орудия все такое убивает скорость полета снаряда ладно это все полим предлагает проявляться в бой пощупать подергать за рычаги посмотреть как данная машина играет современным рендами погнали так попали на эрленберг попали к пятеркам у нас обзор среднего танка матида и вот и прем танчик прем танчик четвертого уровня великобритании до так а у них черчилль есть и 5 лвла сейчас мы пощупаем что это за тачка чуть лагает немного так город поедем я работаю скорость как у тяжелого танка не как у среднего и честно говоря очень медленно черчилль быстрее ездить а брони у нас такой как у черчилль 3 нет ну на уровне черчилль 3 вот такая вот подвижность на радость набирает очень медленно блин пушка не опускает други почему-то вот я наехал виды а я на этом понятно три рожка зарядит ряда так валентайн освободили от занимаемой должности так 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 ну что у нас почти четыре суммарного урода уже есть давай давай черчилль 3 имба я тебя прикрою так может быть что будет выезжать где-то 28 45 так Продолжение следует... Я тогда настал свою мальковку и дал его мальковку. Оп-оп-оп, Матильда. Он какой-то туповатый на Т-28. Мосянника пришел. Нормозни чуть-чуть. Я этот магазин охраняюсь. Да. Я этот магазин охраняю. Не нравится мне, что я первым еду. Вот этот фан. И обзора до горы не хватает. 7-7 между тем счет. А эти в кустиках стоят. Почекаем, что тут на базе. Аккуратненько. Ни фига не понятно. Нельзя пока подъезжать. В спину могут убить. Ага. О, пасушка. Поп-пасушка. Затемли обземлю. На! Затемли обземлю. На! Это в магнитной буре. Сейчас у всех такое. Заработал две тысячи рублей. И máquina, на! На! Да, Посветabet д стоим запад ну чё 900 настреляет 277 насветили больше косаря для 4 норма свое хп два раза увеличили по урону сумма это тебе сюрприз вот вам и броня ладно 1300 суммы сделали но мы средний танк облегченные мать я считаю мы неплохо выступили чё нас два фрага чё по танку можно сказать пушка нормальная очень медленный это минус и броня ее нету это тоже минус вот в остальном целом не ну скорость прям будет мешать играть подвижность очень слабая даже с турбины поэтому прям назвать это комфорт такая подвижность должна быть у бронированного танка вот а у нас то ее нету местами есть небольшие полоски но в основной части нету поэтому такое удовольствие сомнительное удовольствие да да выше за ищут и простреливаться со всех сторон конечно нормально все по захвату выжил зато красавчик дайте посмотрим итоги боя чем мы на этой матине вот и сделали как прям танк медленный очень медленный рядом с нами ехал черчить ли такая же скорость да но у него куча брони у него комфортная пушка ну ни в какое сравнение с этой машины просто не идет поэтому ну скорее минус нежели плюс этой тачки как-то так подвижность очень сильно мешает играть о первое место у нас да почему по опыту урон у нас почетная играли с пятыми лавелами почетное второе место у них как команда объективе сильнее казалось ладно ребят пишите свои комментарии какой вы ставите оборудование да как вам вообще это тачки если она вас в ангаре как премтанк кстати а сколько мы там сейчас секунду это я хотел секунду сколько у нас плюс минус ага и того минус 7000 яс ну мы там голду и стрелять пишите свои комментарии нравится не нравится вам это аппарат мне лично нет нет скорее потому что ну медленный нет брони а сочетание медленный должно сочетаться с броней увы у этого танка броня хорошая от борта танковать безусловно какие то есть тут места рикошетные бронированные но в целом такой себе в башню убивается прямо в маску ставьте лайкос подписаны канал и до скорых встреч пока играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик